Мы же перемещаемся вместе с Еленой Лиховской на Первый Эховский, наш канал в Ютьюбе, где сегодня распаковка специально для её занятий спортом. Давай. Ну, сейчас я разберусь потихоньку, потом новости, потом... Мне уже не терпится. Дай ещё потомить тебя немного. Знаешь, хорошее блюдо надо потомить. Ладно, есть какие-нибудь версии, что там может быть в распаковке? Что может быть для спорта? Ну, ты намекни, чтобы мы погадали пока чуть-чуть. Ну, это для занятий спортом... Скакалка. Помогать? Нет, это не снаряд, скажем так. Это... Экипировка? Скорее. Да. Абсолютно точная экипировка. А у меня такое может быть уже? Уверен, вполне может быть. Какой-нибудь датчик, что-то считающий. Ну, нет. Пожалуй, так бы я на тебя разоряться не стал. А жаль. Носки. Носки. Умные носки. Это гораздо ближе, кстати. Это гораздо ближе. Чем датчик. Какой-нибудь... А, нет, это с датчиком... Это что-то неэлектронное вообще. Неэлектронное? Вообще неэлектронное. Одежда? Конечно. Конечно. Да, ты близка уже, очень близка. Я буду самой модной в Химкинском парке? Боюсь, что даже может быть за его пределами. Подумай, подумай. Купальник. Нет, в купальнике бегать неудобно. Стельки. Повязка на голову. Коврик для фитнеса. Нет, нет. Коврики у нас уже были. Вот, есть правильный вариант. Угадали, слушатели. Ты мне заказал для бега кепку Единой России. Ну, нет. Нет, у меня есть... У меня смешно. Есть лот. Ну, у меня его нету. В смысле, я его нашел. Есть штука с Алиэкспресса, где попытались сделать перевод Make America Great Again на русский язык, но он китайский получился. Вот. Очень смешно. Сделаем Америка что-то там такое. Вот. Вот две штуки очень... А, это провод, простите. Вот. Две штуки очень маленькие. Можешь начать с любой из них. Вот. Так, ну, это что-то мягкое. Это типа повязки что-то. Так, это, собственно, оно и есть повязка. Весь вопрос куда? Там спрашивали, ближе к руке или ближе к ноге. И самое, что интересно... Ближе к руке или... Фу-да. Ближе к ноге или ближе к голове. И самое, что интересно, одна действительно ближе к ноге, а другая ближе к голове. Так. Что же это? Это напульсник. Совершенно верно, да. Но, конечно же, я не покупаю обычных вещей, то есть обычный напульсник не годится. Я не помню, чем он необычен, честно говоря. Так, подожди. Тут какая-то... У меня есть скрытые кармашки. Тут есть молния, да. Я пойду промолчу в коридор, зачем этот кармашек. Как классно! Для ключей. Конечно. По-моему, он позиционировался чуть ли не как для мобильного, но он туда не влезет, очевидно. Скорее всего, карточки. Сейчас скажу вам, что это имелось в виду. Класс с кармашком. Значит, это сумка на запястье. Вот так это позиционируется на Алиэкспрессе. Вот. Слушай, мне все время некуда ключ от подъезда деть, когда я бегаю. Да, это именно для ключей есть, конечно. Именно для ключа. Класс, как классно. Вот, видишь, как хорошо, да. Но это явно не для бега, вот то, что... Это, да, да. На смысле тот же. Вот. Сейчас я тебе расскажу, как это позиционировалось. Здорово, слушай, это очень удобно. Сколько стоит. А ты потихонечку перейдешь ко второму. Да. Ко второму нашему лоту. Но сейчас я, как всегда, не подготовился и не загружен у меня этот самый Алиэкспресс. Сереж, дай ключи померить. У меня там сумочка. Мои ключи. Это покруче распаковки будет, да. Не влезет. У меня ключи, конечно, не такие. Дополнительные, знаешь, дополнительные утяжелители для спорта. Да. Нагрузочка, с нагрузочкой, да. Поможет стернуть. Ну как, нормально? Отлично. Хорошо. Так, теперь... Класс. Мягкие. Мне почему-то не пускает этот самый... Яркие и тёплые. Алиэкспресс. Ну, в общем, не так важно. И так, в общем, понятно, о чём идёт речь. Хотя я просто простым, простым перебором, так сказать. Я их довольно-давно получил, но я ждал, пока придёт вторая. Вот. Ну, вторая вещь, чтобы их две сразу в комплекте. Вот. Ну и ждал, ждал и дождался, так сказать. Вот. Открываем вторую? Да, я пока всё-таки найду. Это прям очень удобная штука для ключей. Спасибо тебе большое. Слава тебе, Господи. Я, конечно же, не помню, для чего они предназначаются. И вторую тоже я не помню. Вот, как это называлось. Так. Это называлась одна штука бумажник. Не знаю, почему бумажник. А деньги же сюда тоже можно? Ну, теоретически, да, конечно. Ну, в смысле. Крепящийся на запястье флисовый ремешок на молнии для спортзала, велоспорта, спортивный кошелёк, походные дорожные аксессуары для бега, кемпинга, рюкзак, походный рюкзак, плицак туристичный, на польском написано, видимо, тактический рюк. Вот. А, так это рюк. Что ты сразу не сказал? 61 рубль стоит. Вот он. Вот, видишь, как тут представить, что и ключи, и карты, и деньги. Да, да, слушай, удобно. Можно телефон, ну, допустим, телефон с собой не брать, бежать только с часами и с манжетой. Мне кажется, ты во многом перекрываешь вот эти вот. Вот, поэтому можно второй совершенно спокойно. А сюда положить деньги, чтобы потом после пробежки зайти в магазин? Да, он пришёл вторым, а вот что пришло первым, сейчас посмотрим. Так, ну, я уже начала открывать, но я пока ещё не видела. Там что-то твёрдое. Не знаю даже, что это такое, на какой-то ключ от домофона и складной нож, похоже. Слушай, ну, да? Я ничего не переводил? Давно страшно. А, всё, я понял. Ну, ты понимаешь, довольно странно подумать, что я купил бы примерно похожие вещи, да? Ну, то есть, одну, скажем, сумку, да, и другую. Может, это какой-нибудь козырёк от солнца? Нет. Странно подумать, что я купил примерно одинаковые по предназначению вещи, да? Но это так. Так, ну, то есть, это тоже какая-то держалка. Именно. Это какой-то карабин. Ну, карабин, он держит, собственно, то, что ты сейчас пытаешься смотреть. А что это? Ну, я открываю, смотрю. Да, да, конечно, конечно. Давай. Я вот сейчас ищу перебором, где она у меня. Не могу найти его. Ух ты, это подходит к кроссовкам, но я пока не знаю, что это. Ну, в общем, это, в принципе, та же самая штука, только на пояс. Класс! Класс! Вот здорово! Я думал, честно говоря, что они будут одинаковые по цвету, но они не совпадные. Это неважно. Можно один день бегать с этим. Да, ну, безусловно, да. У меня есть там, например, красная футболка. Совершенно верно, да. И есть розовые кроссовки. Да, ну, то есть, это поясок такой небольшой, вот, у которого есть два карманчика. Вот. Так, ну-ка. Ой, не хватает. Нет, я имел в виду, что наоборот, ты слишком худая. Я об этом. Нет. Бессовестный. Не хватает. Ну, много лишнего, то есть. Не, если бы я сказал много лишнего, то ты бы тоже на себя подумала. Ты только что это сказал. Так. Где Сережа с ключами? Давай, я тебе что-нибудь дам туда напихать. Не, ну, смотри, у меня есть наушники. Флешка есть. На, вот, пихай. Вдруг ты с флешкой... Не, ну, с флешкой я что буду бегать? Наушниками, да. Наушники, да. Где-то у меня ключи есть сейчас. На, вот, все ключи. Это мои квартиры. С тройками. Так, ключи сюда не влезут. Так. Хотя... Как, почему не влезут? Должны влезать. Ну-ка. Вот. Класс. Слушай, вы вместительный такой? Ну, да. Надо только подтянуть как следует. Очень удобно, что он регулируется. Да. Потому что, да, у меня есть пояс, который не регулируется. Он ужасно неудобный. Он все время перемещается вверх-вниз. То есть с корабелом ты угадал, действительно. Классно. И к кроссовкам подходит, Саш. Спасибо большое. Можно в один карман ключи, в другой наушники. Да, эта штука, слушай, я почему-то ее не могу найти никак, как она правильно называться, а поиск. У меня отказывается искать и выкидывает меня из этого самого, из Алиэкспресса. Ну, я все равно сейчас найду. Еще и не такой искали. Сереж, смотри. Это еще для ключей. Ну, это пояс. Это для большого количества ключей. Да. Да. Может, сюда и телефон влезет? Ну, нет. Попробуй, смотри, какой. Нет, ну, слушай, он будет очень тяжелый. О, найдено, найдено. Помещается, смотри. Серьезно? Да. Вау. Класс. Значит, как это позиционируется? Это спортивная сумка для бега, поясная сумка, карманная сумка для бега, портативная водонепроницаемая сумка для езды на велосипеде, сумка для отдыха на открытом воздухе, противоугонная сумка, чтобы тебя не угнали. Три телефон помещаешься. Вдруг тебя кто-то захочет угнать. Там всегда раз в наушники лежишь. Поясные сумки. Слышно стильные, даже просто, вот если носить. Стоит 115 рублей. Вот. С бесплатной доставкой. Супер, Саша, спасибо, это вещь. Да. Конечно, мне было очень трудно переплюнуть вчерашнюю, и вообще это невозможно, переплюнуть вчерашнюю Ленину распаковку. Я напомню, у нас было устройство для изготовления в микроволновке чипсов из обычной картошки. Я что-то вчера Саше пишу там в Телеграм, там, Саша, там, что-то по какой-то тему, по работе, он мне отвечает, я твои чипсы ем. Вчера была сорвана подготовка к утреннюю. Вот если сегодня какие-то проблемы на утреннем развороте, на утреннем шоу, то это Севина Атлеховская. Потому что вчера она подарила мне штуку для изготовления чипсов. Посмотрите вчерашний эфир наш. Там и Косомара интересная, но вот штука для изготовления чипсов конкурирует с остальной программой. Вот, это просто пластмассовый держатель, в который вставляется нарезанная картошка. И устройство, собственно, для нарезания картошки тонкими слайсами. Ты суешь в микроволновку, типа там на 5, у меня на 8 минут, почему-то в моей, она, видимо, слабенькая у меня какая-то. Вот, на 8 минут в мою микроволновку надо совать. Там крутится, сдувается, даже немного поджаривается, хрустит. Это, во-первых, вкусно. Во-вторых, не надо, то есть, там нет, ты понимаешь, что там ничего не добавлено, кроме того, что набросали на поле в эту картошку. Вот, значит, ты вот взял свою изгорода, изгорода, у меня есть изгорода картошка-то. С Рязанью. Выбрали, выбрали, съездили. С Рязанью. С Рязанью, да. Вот, значит, с огорода взял, но слой сова, вот так, как говорят у нас на Брайтон-Бичене. Вот.